На старте следующая пара. Кононов Александр и его Малинуа. Сорвиголова Фемида. Это сука, четырех лет. Малинуа, такие собаки, которым такая кличка, как сорвиголова, я думаю, что подходят как нельзя лучше и непосредственно отражают суть их характера зачастую. Собака обыскивает первое и второе укрытие, обращает внимание на утяжелители, но просто их осматривает, что это такое, не трогая, не пытаясь взять. Внимательно собака обыскивает укрытие, но что-то при этом ищет внизу. Демонстрирует очень хорошее управление и приходит в шестое укрытие. Собака сразу начинает облаивание. Вероятно, судья скажет, что желательно, чтобы собака была в этом упражнении более напористая, активная и энергичная. Кононов Александр буквально неделю назад выпустился как фигурант в качестве фигуранта из нашей российской школы фигурантов, с чем мы его дружно поздравляем. Очень радует то, что люди, которые учатся быть фигурантами, являются одновременно и проводниками, дрессируют своих собак, готовят их к стартам и стартуют с ними, потому что именно эта сфера деятельности позволяет фигурантам лучше знать и чувствовать собак и, соответственно, быть более эффективными и успешными именно в фигурантском деле и как тренеры, и как спортивные фигуранты, работая на поле в рамках соревнований. Собака оказывает очень выраженное сопротивление, насколько я вижу, очень хорошая полная хватка. Возможно, в целом она должна быть более спокойна, но я не уверена, я нахожусь достаточно далеко. Это все оценит судья, который находится в непосредственной близости. Представьте себе, насколько нужно иметь уверенность в себе, запала и решительности для того, чтобы такой маленькой собаке, которая не больше 20 килограмм весит, спорить и противостоять с противником, который ее превышает по физическим данным, ну, раз в пять, я думаю. Именно это мы и ценим в наших собаках. Большое огненное сердце, непоколебимую решительность в себе, уверенность, напористость. Из этих всех качеств складывается оценка ТСБ, которая выставляется параллельно с бальной оценкой в разделе защита. И, собственно, она является характеристикой, ну, прежде всего, врожденных качеств собаки. Это наличие и выраженность инстинктов, это уверенность в себе, это способность держать нагрузку, способность держать давление. Оценка ТСБ может быть выражена, имеется и не выражена. Большинство стартующих здесь собак, если я не ошибаюсь, по-моему, не было в рамках сегодняшних соревнований. Ни одной оценки имеется, только оценки выражена. Тем временем проводник переводит свою собаку на стартовую точку для лобовой атаки и занимает основную позицию. Ой, неужели он не будет ее брать за ошейник? Да, да, видимо, проводник настолько уверен в своей собаке, что она настолько управляемая, настолько послушная. И действительно, собака сидит совершенно спокойно вплоть до команды на атаку. Просто как прищепка, стремительно бежит и входит в рукав. Это настоящее пиранья. Интересная фаза охраны, да, выглядит необычно. Тем не менее, для собаки это является ошибкой, что она после того, как отпускает фигуранта, отпускает рукав, оставляет ноги на фигуранте, так быть не должно. Это будет оценено судьей, как некое тиснение и помеха человеку, и, соответственно, ведет к снижению баллов. Последняя длинная фаза охраны. После контратаки собака активно, целенаправленно. Проводник подходит к собаке. Может быть, хотелось бы чуть больше напора и энергии, чтобы он именно был более стабилен на протяжении всего этого упражнения, всей этой длинной фазы охраны. Однако, безусловно, собака уже подустала, выкладываясь на полную при взаимодействии со столь превосходящим ее по физическим данным противником. Поводок и выступление в разделе защита для этой пары закончено. 17-й стартовый номер. Поиск помощника должен был быть произведен более уверенно, очень хорошо. Удержание и облаивание. Хотелось бы видеть больше доминирования. При удержании помощника собака должна быстрее занимать основную позицию в конце упражнения и без дополнительной команды. Хорошо. При изучении попытки бегства собака должна быть спокойнее в хватке. Очень хорошо. Контр-атака. Хватка достаточно полная, но в переходной фазе собака должна быть спокойнее, отпускать быстрее, не дотрагиваться до рукава при фазе охраны. Хорошо. Задний конвой должен был быть показан корректнее. Хорошо. Нападение заднего конвоя. Хватка должна быть спокойнее. В переходной фазе собака должна быть более спокойно. Хорошо. Нападение из движения. Хватка должна быть более полная, спокойная. Меньше эмоций. Должно быть в давлении. Хорошо. Контр-атака. В фазе давления собака должна быть более уверенной в себе. Хватка должна быть спокойнее. Хорошо. Сегодня хорошо. Хорошо. ТСБ выражен. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...